Десятилетний ребёнок из села Николаевка Новоаненского района, пропавший в среду, был найден. По данным полиции, школьника похитил 49-летний мужчина, когда тот направлялся к микроавтобусу, который должен был отвезти его в школу в соседнее село. Наш телеканал побеседовал с водителем микроавтобуса, который ежедневно возит учеников. Семён Гециву рассказал нам, что он и два школьных ассистента отвечают за безопасность детей. Учеников из села Николаевка отвозят в школу в село Золотиевка. Гециву рассказал нам, что в среду утром, когда пропал мальчик, они ждали его в километре от дома, а когда увидели, что он не пришёл, позвонили его родителям. Мы позвонили матери, и прибежал отец до автобуса, говорит, может быть, он уже в школе с кем-то подъехал. Приехали в школу, его нету. Мы позвонили, что его нету. Отец его искал там по всему. Водитель также рассказал, что услышал о том, что мальчик, вероятно, подвергся физическому насилию и был найден со связанными руками. Нашли ребёнка возле села Триколича. Это где-то 7 километров от дома. Симпатичный такой культурный мальчик. Всегда одетый красиво, воспитанный, нешумный. Хороший мальчик. Одна из ассистенток, которая встречает детей и доводит их до школы, сказала нам, что все в учреждении встревожены случившимся, потому что таких случаев ещё никогда не было. Конечно, все потрясены этим случаем. Вся школа, все дети, учителя. Это впервые у нас такое. А местный пастух рассказал нам, что у человека, предположительно похитившего ребёнка, проблемы с психикой. И что такое происходит якобы не впервые. По трассе пошёл этот дебёнок. Его зацепил, повёл через лес и вышел аж на трассу на эту Каушанску. Он со здоровьем не очень-то. Он работал здесь у одного мужика. Он старше меня. Пастух, да? Или нет? Да. Пастухом работает? Да. По чужим домам лазил? Да. То есть там у него психологические проблемы, да? Да. Нашему репортеру также удалось поговорить с одной из родственниц ребёнка. Она рассказала, что когда его нашли, мальчик был в стрессе и ранен. Мальчик рассказывал, что не было. А что ребёнок говорил по этому поводу? Он силой его потащил. И как раз этот, который не тащил, он недалеко здесь жил. Мы попытались поговорить с родителями ребёнка, но его бабушка сказала, что они находятся в полицейском участке. По данным правоохранительных органов, 49-летний мужчина, предположительно похитивший мальчика, задержан на 72 часа. Мальчик находится дома с родителями. Он должен получить психологическую консультацию и помощь специалистов. Службу 112 нам сообщили, что на автостраде видели человека с ребёнком. Мы немедленно выехали, человек был задержан. На основании статьи 164 пункт 2 буква Д возбуждено уголовное дело, которое позже будет определено судом в зависимости от обстоятельств происшествия. По данным полиции, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить состояние здоровья ребёнка. Он также будет опрошен в особых условиях.